Около футбола Страна в последние дни обсуждает лишь две новости Чемпионат мира и пенсионную реформу Часть населения уверена, что объявлять о повышении пенсионного возраста ИНДС Во время проведения чемпионата мира Это не просто глупость Это цинизм А вось увлеченный футболом пипл исхавает Кто-то называет это предательством Выбрали Путина, ждали левых поворотов А тут опять Третий обоснованно видит в этом спланированную провокацию Мол, выходи народ на площади Покажи народ всем понаехавшим иностранцам Как у нас тут демократию подавляют Меж тем, сам чемпионат мира несет в себя опасности Оставшиеся вне поля зрения широкой аудитории Усиленные меры безопасности Которые стали дополнительным обременением повседневной жизни для жителей России Особенно крупных городов Металлоискатели в метро Дорожные патрули Кинологи с собаками Досмотры и прочее Как выясняется, только на местную публику и рассчитаны Сложно судить о масштабах и глубине проблемы Однако сигналы поступают с разных сторон Первый мой источник Сотрудник кинологической службы одного из московских аэропортов Он сообщает, что поступило распоряжение Туристов не досматривать Ни багаж, ни ручную кладь Нам международные скандалы не нужны Да, туристов просвечивают металлодетекторами Но кинологическая служба, которая отвечает за проверку на наркотические взрывчатые вещества От работы практически отстранена Сначала я подумал Они, видимо, перестарались тем, чтобы не показаться иностранным старшим братьям уж слишком тоталитарными Хотя соответствующие нормы общеприняты во всем мире И никто в здравом уме сегодня не раздует скандалы за дополнительных проверок в аэропорту Однако другая, высказанная моим собеседником, мысль меня разубедила Если что-то и провезут, пусть с этим разбираются те, кому это попадется То есть надзорная служба прямо отказалась от выполнения своих прямых обязанностей По обеспечению нашей с вами безопасности Просто из-за опасений спровоцировать мифический международный скандал Разве запрещенные в РФ ИГИЛы, братские бандеровцы и все наши прочие партнеры Не обещали нам терактов? Но нет Все на чьей шее теперь есть бейдж футбольного болельщика Свободны от должного досмотра, как минимум, в одном из московских аэропортов Но бейдж носят не все, поэтому на всякий случай Не досматривают даже тех, кто просто похож на болельщика Другая интересная информация пришла из МГУ Точнее, из той его части, что на Воробьевых горах Там, как известно, организована фан-зона Возмущение студентов университета тем, что им сдвинули сроки сессии И защиты квалификационных работ, что постоянно гремит музыка Уже обсуждались, писались безуспешные петиции Однако, когда футбольный праздник наконец-то пришел Выяснились новые подробности А именно Белому человеку из цивилизованных стран позволено то, что не позволено простому москвичу Туристы топчут газоны, перелезают через ограждения в неположенных местах Справляют нужду и многое другое И все это на глазах безучастной полиции и ОМОНа На справедливое возмущение студентов было опять же сказано Нам международные скандалы не нужны Апофеоз либерального мировоззрения Мы хорошие, потому что даем себя бить, оплевывать И далее по списку Совпадение идей в двух напрямую не связанных между собой местах Может свидетельствовать лишь об их связи на более высоком уровне Если это и в самом деле спущенная сверху установка То есть большая вероятность, что далеко не один аэропорт игнорирует вероятность провоза взрывчатки и наркотиков Не знаю кому как, но лично мне очень хотелось бы выяснить Кто же виновен в формировании и спуске такой опасной и позорной позиции на исполнительский уровень И напоследок Вчера на нашем форуме мы опубликовали эту статью А сегодня в топ новостях Яндекса уже появилась статья об активной работе кинологов на МЦК Возможно совпадение А возможно кто-то заметил наш материал В любом случае безопасность лишней не будет Однако отмечу, что по моей информации Те же кинологи на МЦК не являются штатными сотрудниками московского метро Работают по договорам, получают 20-30 тысяч рублей в месяц И это по московским ценам Не всем силовикам в России живется одинаково хорошо Павел Иванов Специально для информационной сети Аврора Субтитры создавал DimaTorzok